Привет, это Роман Антоновский и проект «Русские супергерои». А вы знаете, что великий русский путешественник Фёдор Конюхов ещё и замечательный писатель? Во время своих кругосветных путешествий у него очень много времени для размышлений о Боге и о мире. Фёдор Конюхов не только покоряет моря, горы и небеса, он ещё и пишет замечательные глубокие книги. Кроме того, Фёдор Конюхов является священником Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Во все путешествия он сейчас берёт с собой облачение священника и свершает обряды во время своих путешествий. С одной стороны, Фёдор Конюхов использует все достижения прогресса. Например, когда он отправлялся в путешествие на весельной лодке, он брал с собой опреснитель воды, современные приборы навигации и лёгкие прочные весла из углепластика. Но как ты не готовься, во время шторма весельную лодку ничто не может сберечь от крушения. И тогда Фёдор Конюхов молится. По его словам, Господь отводит от его лодки все цунами, смерчи и тайфуны. Во время путешествия в Эфиопию, самую большую христианскую страну Чёрного континента, Фёдор Конюхов очень хотел посмотреть на главную реликвию этой страны – ковчег. Но его почти никогда не показывают чужеземцам. Тогда Фёдор Конюхов пересёк местную раскалённую пустыню, которую не могут пересечь даже местные племена, и где температура достигает 50-60 градусов, а также поднялся на одну из самых высоких гор Эфиопии, водрузив там православный крест. И после этого ему продемонстрировали ковчег. В своих книгах Фёдор Конюхов много пишет о том, как он горд быть русским человеком, что все свои путешествия и подвиги он совершает во имя России и во имя Бога, и также много размышляет о Боге. Почитайте эти книги, там очень здорово всё написано. Конечно, Фёдор Конюхов – один из самых ярких мыслителей. В одной из книг он описывает такой случай. Один знакомый бизнесмен пожаловался ему на кризис среднего возраста, и Фёдор Конюхов предложил ему отправиться в совместное кругосветное путешествие на яхте. Бизнесмен сначала загорелся, а потом отказался от этого предприятия и вернулся к своей обычной жизни. В итоге вскоре его посадили за экономические махинации. Фёдор Конюхов сказал об этом так. Человек сам сделал свой выбор. Он выбрал четыре стены и решётку. А мог бы плыть по бескрайнему океану, ловить ртом и лицом морские брызги и попутный морской ветер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова